Девушки отдыхают Вот, отлично Катя, что здесь происходит? Что ты устроила? Все занимаются моими делами под моим четким руководством Катя, в том-то и дело, что все занимаются твоими делами Ребята, идите сюда, пожалуйста Давайте, давайте Всем привет, меня зовут Александр Рогов Вы смотрите шоу Рогов Плюс А я Екатерина Волкова Молодец, это Артемия, это Анна, это Елена, это Игорь В нашем шоу мы преображаем совершенно разных людей И женщин, и мужчин И сегодня работы будет много Так что давайте-ка теперь все займемся своими делами По местам, начинаем Катя, отвечай на звонки И сегодня в нашем модном шоу Вы увидите Школа стиля Рогов Плюс, я вас слушаю Меня зовут Татьяна, мне 16 У меня сейчас Милитар стиль Больше люблю тяжелую обувь Я очень хочу быть модной Когда руки у тебя, как у меня Мне кажется, может получиться хорошо Оставлю для Африки Только дреды мне не делайте, пожалуйста А мы не умеем Саш, а мы бороды стрижем Сейчас, конечно, раздолбай просто перед нами Реально Слон, тигр, все, что пожелаете Ну ты мало выбросила, тебе хочу сказать Мало, смотри, сколько вещей уцелело Несколько супер топовых, супер модных образов этого сезона Ты никогда не видел Балаяш на бороде, нет? Саш, мы закончили Сергей, заходи Лера, выходи Таня, ты как? Давай выходи Принцесса Диана Нет, а принцесса Валерия у нас здесь Ну ничего себе! Рогов Плюс С Екатериной Волковой Школа стиля Рогов Плюс Я вас слушаю Меня зовут Татьяна Мне 16 Мне бы хотелось, чтобы по моему виду Сразу было понятно, что я необычная Что я яркая Что я очень люблю жизнь Ну да, конечно Приезжайте, ждем Я хочу перемен в жизни Я хочу, чтобы на меня смотрели Как на стильную, красивую Женщину И хочется, чтобы мой характер Передавался и в прическе И в одежде И при этом было стильно и дорого А вот и мы Танечка, проходи Проходите, Таня Вау Привет Таня, садись Чувствуй себя как дома Давайте на ты Да-да-да, конечно Таня, ну я вижу здесь фанатку Африки, мне кажется Да, Африка это мой love Ой, я просто считал, Кать Видишь, да Это красота Вообще с ума сойти Таня, ну рассказывай С чем пришла Ну меня зовут Татьяна Мне 16 Вау Слышим летней Прекрасно Ну и несколько месяцев еще Я тревел-блогер Я путешественница У меня 97 стран посетила У меня идея вообще посетить Все страны мира Вау Ничего себе Да И я вообще пришла из цирка Потому что я всю жизнь работала в цирке Три года назад я закончила карьеру А из цирка Что значит из цирка? Можно зацепиться за это? У меня родители цирковые Так получилось, что папа меня взял На одни гастроли Помогать ему И в общем Так пошло-пошло-поехало Потом мне сделали номер Я адресировала голубей Я хотела сказать Леопарды Какие-нибудь гепарды С Африка Тут голуби Обезьяны У меня были У меня же есть обезьян Голуби Собака А где они все жили Все это время? И голуби у нас на балконе Жили и собаки И обезьяны жили в квартире И в вольерах Мы взяли специальную квартиру С двумя санузлами Именно под обезьян Что я вижу? Супер яркая Супер деятельная дама Очень интересная Таня Я хочу вообще тебя похвалить Потому что очень многие женщины С возрастом забывают о себе Одеваются в серое В тусклое В привычное Боятся выделяться Ты невероятная В Африке К сожалению, в Москве Я хожу только в джинсах И меняю футболочки Но хотелось бы вот так Хотелось бы, очень Ты хочешь сбалансировать Свою любовь к Африке К путешествиям И при этом сделать это Более понятным Да, и более стильным Мне кажется, я себя недооцениваю Потому что Какие-то комплименты Я слышу от своих друзей Мне кажется, что они льстят Вот Не знаю Я не считаю себя красивой Я хочу Быть красивой Стильной Модной Чтобы был мой характер Виден в одежде И при этом Выглядеть на свой возраст И не смешно Нет, не смешно И уместно И уместно Ну хорошо Интересный запрос, да? Да, такой необычный запрос Девочки, а мне, честно Уже не терпится приступить к работе Ручки чешутся Катя, что нас ждет? А мы приступаем К разбору гардероба Да, я иду Вперед, пойдем Спасибо Пойдем Тань, ты мне очень нравишься Итак, Татьяну ждет ревизия гардероба И невероятное преображение Которое вы увидите В самом конце программы А еще совсем скоро В нашу школу стиля Придет один обаятельный айтишник Хотелось бы поменять свой стиль В более классический А также начинающая модница Меня зовут Лера Мне 20 лет Очень приятно Я приехала к тебе из Питера Рогов плюс С Екатериной Волковой Девочки Девочки Тань Я хочу начать с того Что мне очень нравится Что твой гардероб яркий Здесь есть любовь к цвету Здесь и желтый И синий И зеленый И всевозможные узоры Это хорошо Я из Африки Привезла красивую юбку Которую мне очень нравится Я не знаю, в чем ее носить Я очень много бижутерий привезла Африканских Которые, блин, прям красивые Мне так хочется ходить Я не знаю, с чем Я хочу обсудить образ Который сейчас на тебе Я согласен, что он не совсем Подходит для города Это все-таки курортный наряд И для меня здесь Слишком много Африки Здесь и африканская юбка И африканское ожерелье И африканские браслеты Too much Я хотел бы, чтобы ты научилась Соблюдать баланс Я, например, с этим ожерельем Предложил бы тебе джинсы И джинсы у тебя есть Джинсы Базовая белая футболка Африканское ожерелье И какие-то прикольные туфли И городская сумка Тоже яркого цвета Не африканская Африканская юбка Тогда убираем Все эти этнические аксессуары И я, кстати Порекомендовал бы тебе Эту юбку укоротить То есть чуть-чуть ниже колен Вот так Смотри Вот так она должна быть Тем более у тебя ножки хорошенькие Красивенькие И тогда эта юбка будет Африканская И немножко в стиле 50-х И еще знаешь что? Ее надо надеть выше Вот смотри У тебя талия выше Ты ее к бедрам опускаешь А мы ее должны разместить здесь Понимаешь? Спасибо Давай скажу Какие вещи мне нравятся Мне нравятся базовые джинсы Это хорошо Катя, ты тоже запоминай Я вообще все записываю И вы тоже запоминайте Сейчас актуальны Полуприлегающие силуэты Футболка на тебе Несовременная Очень узкая Посмотри на Катина пола Видишь? Не обтягивает Не впивается И таким образом Если есть что скрыть Мы можем скрыть А если нет, можно поесть Да Катя скрыть нечего Зато она может поесть У нас на выброс Вот эта смотри Она вся затерлась Она выглядит нехорошо Это на выброс У нас на выброс Даже вот эта футболка с львом Но мне кажется Как-то она уж очень тебе дорога Да? Она для Африки Для Африки Я только в Африке в ней хожу Давай для Африки оставим Но было бы классно Если бы эта футболка была На пару размеров больше Очень узкая Тань Очень узкая Первое правило для тебя Вещи полуприлегающего силуэта Не впивающийся Да, хорошо Оставлю для Африки Что мне еще нравится? Платье раз Тань Платье два Это куда? А это мы сейчас ездили Целой группой в Узбекистан Я прям всей группе сказала Солнечный Узбекистан Мы должны быть Обязательно Все должны быть в чем-то желтом Ну Я буду извергом Если я их выброшу Оставляем Оба Оба Оставляем Оба оставляем Они классные Тань Потому что ты Вытягиваешь эти вещи Платья мне подходят Белые джинсы Оставить можно На лето идеально Очередная маленькая футболка Смотри Она с обезьяной была Для Африки Как она не маленькая Это микро Это эксэс Я сейчас ее оставлю Только из-за того Что здесь обезьяна Давайте разберемся Есть вещи Которые мы носим в городе А есть вещи Артефакты Вот это артефакты Привезла эту футболку Из Африки Она памятная Здесь изображена горилла Конечно мы ее оставим Тань Но носить нельзя В Москве нет Вообще нигде Дома Но она маленькая Но мы дома тоже должны Красиво выглядеть Кать Нет, я согласна Она полетела бы сейчас туда Но не полетит только Потому что здесь горилла Таня отстояла И вот Кате Спасибо скажи Тань, зачем тебе Вот такая скучная юбка Можно я отстою Строгие юбки тоже нужны Но все яркое Это нейтральное Спокойное Таня, у тебя есть поводы Для строгой юбки? Ты знаешь, я ее купила Я честно Ни разу ее не надела Ни разу Вот, потому что Это не твоя вещь Давай Кате подарим Давай Она так отстаивает эту юбку Она утонет Вот такой юбки А мы ее подзатянем И будет вот такая Юбка с драпировкой Давай, давай Я потом выйду Я скажу Лук от Александра Собери мне, пожалуйста Здесь есть обувь Это прогулочная обувь Она не вписывается В твой гардероб Я рекомендовал бы тебе Простые нейтральные базовые кеды Самые банальные И они хорошо будут Взаимодействовать С твоими сложными вещами И еще здесь есть Пакетик счастья А что там? Давай посмотрим вместе Тань показывает Тут какие-то реликвии, да? Тут вот такой же Ооо Это супер Здесь вы только посмотрите Здесь и браслеты деревянные И браслеты расписанные Африканские И этнические украшения Тань, это все оставить И вот сюда это, кстати, не подходит Топ у нас в спортивном стиле Юбка в спортивном стиле Обувь лаконичная Очень спорят с этой одеждой Это украшение Надо нейтральное Верю Украшения все отличные Мне все подходит Все можно оставить Фу Ну ты мало выбросила Мало, смотри, сколько вещей уцелело Тань, самое главное Запомни все мои советы Они помогут тебе выглядеть Просто роскошно Ну а если вас, дорогие зрители Тебе спокоят симптомы варикоза И вы уже сомневаетесь Что можете себе позволить Юбку выше колена И каблуки Попробуйте Винарус гель В его составе Активный комплекс Неотрокс Который может способствовать Снятию ощущения Тяжести и усталости в ногах А еще Винарус гель Обладает легким Охлаждающим эффектом И помните Красота требует заботы Я предлагаю вам, девочки Уже попрощаться Катя, Таню ты увидишь Только в конце программы Пожелаешь что-нибудь приятного Я тебя обнимаю Ты в надежных руках Спасибо Доверься Расслабься Кайфани А я уже буду ждать И сейчас буду угадывать Какая ты будешь Давай, Катя Занимайся следующими героями Не надо дела, ребят Дела Давайте Спасибо До встречи Как вы уже знаете Чтобы все успеть В нашей школе стиля Все бьюти-специалисты Работают одновременно Это парикмахер Игорь Кимишов Визажист Анна Хоменко Парикмахер Елена Немцева И визажист Артемий Исмяков И кто из них Будет преображать Татьяну Вы узнаете Прямо сейчас Таня Знакомься Это твои бьюти-специалисты Артемий Исмяков Визажист И Елена Немцева Парикмахер Очень приятно Привет, Тань Привет, Тань Тань Ты мне безумно нравишься Ты очень яркая Это суперкреативная Таня на самом деле Пример для всех наших зрителей Потому что Таня Очень активная Как вы думаете Что Таня любит? Давайте У меня такое же жерелье Таня любит что? Африку Африку Браво! Браво! Таня, отгадали? Да, отгадали, конечно Молодцы Что мы должны Сегодня сделать Мне нравится Что по Тане Можно считать То, что она любит Но хотелось бы Как-то обыграть Это иначе Более современно Поэтому в стиле В новом стиле Тани Африка останется Я, правда, еще Вещи не подобрал Но Африка там точно будет Вот что мы сделаем С волосами По волосам должно быть Видно, что Таня любит Африку По макияжу Должно быть видно, что Таня любит Африку Я очень люблю горы И хожу туда Но я же не хожу В каске И с рюкзаком Было бы странно Да, еще ледорубу взяла Ну да Но давайте лучше о волосах Давайте Это моя тема Я тут больше знаю Так Какие шикарные волосы Таня Супер Волосы бомба И резинка, кстати, правильная Тань, наверное, сама красишься, да? В последнее время Ну, в последний раз да В последний раз да А как ты это поняла? Во-первых, тон подобран неправильно Седина не закрашена Ну, вообще у Тани как будто подсветочка у лица получилась Такой ярко-рыжий цвет на корнях А здесь прям волосы действительно коричневые Очень цвет забитый Что мы будем делать? Мне нравится, что Таня рыженькая Она такая яркая Сама глаза блестят, улыбается И я считаю, что ей прям рыженький хорошо Поэтому я бы немного подсмыла вот этот цвет Но за счет того, что мы уберем длину Насколько сильно? Я бы сильно не убирала вот так вот Таня аж замерла Потому что я люблю Африку И там жарко И мне нужно периодически волосы наверх заматывать Чтобы не жарко было Давайте так Волосы ты завяжешь Я вам все вообще разрешаю Ой, супер! Отлично! Только дреды мне не делайте, пожалуйста А мы не умеем Давайте макияж обсудим Так, я бы сделал акцент на все лицо Не выделял бы никаких Подожди, это как? Акцент на все лицо Это когда ни глаза, ни губы не выделены Только свежее, чистое лицо И у Тани такая форма глаза Уголки опущены вниз Я бы их немножко приподнял Может быть маленькой стрелкой А мы можем с таким веком стрелку рисовать? Или ты прям по веку нарисуешь? Прям по веку можно сверху нарисовать стрелку Ну вообще, мне бы хотелось, чтобы случился эффект лифтинга Обязательно нам нужно все линии поднять наверх И направить их наверх Но про акцент на все лицо я слышу впервые Ну это когда рисуешь, например, тигра Тигра нарисуешь? Или слона Таня, они шутят В общем, макияж будет легким и свежим И обязательно с лифтинг эффектом Тань, нам очень важно, чтобы результат нашей работы отражал твою личность А если ваша индивидуальность, дорогие зрительницы Это яркий и дерзкий образ Попробуйте серию Color Evolution от Тоники Это ультра-насыщенные оттенки для креативного окрашивания И формулы ухода с растительными экстрактами Кератином и витамином Е в одном флаконе Добавить разноцветные пряди или кардинально сменить цвет Выбор за вами Договорились? Да, конечно, договорились Елена Немцева приступает к работе И первым делом принимается за коррекцию цвета Напоминаю, Татьяна останется Рыжеволосой Однако обновленный цвет будет более глубоким И насыщенным Ну а мне сейчас предстоит подобрать образ В котором Татьяна увидит себя в самом конце программы Итак Я в нашей гардеробной На нашем фэшн-складе Здесь есть все, что мне может понадобиться для преображения наших героев Модная мужская и женская одежда Обувь и аксессуары Но сейчас не об этом Мне нужно придумать образ для нашей Татьяны Давайте вместе все проанализируем Так, Таня хочет быть яркой Мне это нравится У Тани есть очевидные модные ориентиры Ей нравится этника И мне это нравится тоже Она, конечно, допускает модные ошибки Например, выбирает слишком узкие футболочки Я их практически все ей выбросил А вот все остальное в Танином гардеробе Мне нравятся Этнические украшения Яркие юбки Что бы я ей предложил? Конечно же, первое, что можно придумать для городских джунглей Это леопардовый узор Какое-то платье или, может быть, жакет А можно поиграть в стиль сафари Вы посмотрите, какой у меня здесь классный есть жакет С накладными карманами А сафари это вообще одежда вне времени Вот такой жакет, например, можно было бы замиксовать с базовыми джинсами Смотрите, как красиво получилось бы Но у меня есть одно сомнение, знаете, какое? Все это нашу Таню не удивит Удивит ее что-то яркое и что-то необычное Что здесь у меня из яркого? Например, вот такой тренч из хлопка С зебровым узором Но почему бы нет? Тренч как платье, так точно можно носить А еще я здесь вижу невероятную рубашку пола из хлопка Посмотрите Здесь есть все, что нравится нашей Тане И немножко Африки, и дикие животные, и зелень Ну, красивая рубашка, она действительно может вписаться в городские образы Такую рубашку можно надеть либо с джинсами Вы же помните, да, что джинсы это идеальный нейтрализатор И джинсы это та вещь, которая всегда нас будет освежать В общем, анти-эйдж элемент любого гардероба С джинсами смотрится классно А можно было бы еще надеть и вот с такой хлопковой юбкой зеленого цвета Такой вариант мне нравится тоже Давайте я вам пока не буду рассказывать, что я точно выберу В самом конце программы вы увидите Таню в новом образе И наверняка ее оцените Я вам дал сейчас уже очень много модных советов И вот еще один Чтобы ваш шопинг удался, возьмите с собой карту Халва Обновляйте гардероб уже сейчас А платите за вещи в рассрочку целых 10 месяцев Без процентов и без переплат И еще, дорогие зрители, прямо сейчас переходите по QR-коду Который вы видите на своих экранах Там вся информация по оформлению Халвы Удачного вам шопинга Ну а мне все-таки нужно решить Поло с юбкой Или поло с джинсами Что думаете? Школа стиля Рогов Плюс Я вас слушаю У вас с бородой проблема? А вообще-то у нас не барбершоп Меня зовут Сергей, 30 лет, программист Считаю, что есть собственный стиль милитари Люблю тяжелую обувь с бряшками Штаны цвета хаки, куртки Со множеством карманов Считаю, что данный стиль недостаточно презентабельный И, по-моему, мне не мешает достижению целей И хотелось бы поменять свой стиль в более классический Ну хорошо, приезжайте Саш, а мы бороды стрижем Привет, меня зовут Сергей Привет, Сергей, я Александр Рогов Это Игорь Кимишов Очень приятно Наш парикмахер Сергей, что тебя привело? Вижу, конечно, бороду запущенную Мы о ней еще сегодня поговорим Ты вообще бороду стрижешь? Ну я думаю, ты никогда не видел балаяж на бороде, нет? Так, давай, пожалуйста, без балаяжа на бороде Бороду в порядок приведем Хорошо Сереж, с чем ты к нам пришел? Рассказывай Вообще, я понимаю, что на текущий момент Мой образ должен быть более строгий Более классический Чтобы было у людей другое восприятие Даже при видеозвонках При личных встречах То есть, чтобы относились более серьезно То есть, сразу понимали, что Разговаривать с серьезным человеком Что можно уже совершенно по-другому вести уже диалоги Сейчас, конечно, раздолбай просто перед нами Реально Абсолютно вообще, Саша, да Бороду что запустил? Ну, слушай, я ее отращиваю уже на протяжении нескольких лет Иногда постригаю У меня сразу вопрос, а для чего? Комфортно Я понимаю, что борода это комфортно Я тоже бороду отращиваю Игорь тоже с бородой Но она требует ухода Садись уже в кресло, Сереж, давай обсудим И у меня вопрос не только к бороде Не только к твоей стрижке Но еще и к твоим очкам У тебя есть только такая оправа? На текущий момент, да Потому что мне кажется, что эта оправа, во-первых, вообще не подходит к твоему стилю Она супер классическая, устаревшая И лицо твое не красит Можешь снять, пожалуйста, очки? Я предложил бы тебе другую форму Например, в роговой оправе очки Чтобы они выглядели стильно И лук я тоже подобрал бы, как ты и просишь В классическом направлении Надевай очки обратно, чтобы ты нас видел И давай обсудим уже стрижку и бороду Ну что, Саш, ну выбирай Брэд Пит, Киану Ривз О, хорошие референсы Брэд Пит, Киану Ривз Вообще, мне очень нравится стиль Брэда Пита сейчас Это небрежные стрижки Это отпущенная борода Но правильно оформленная Это понятные вещи Давай тогда обсудим стрижку Вот здесь хочется убрать объем Да, хочется вообще привести это в порядок Мне нравится как бы удлиненные волосы Сергея, очень красиво смотришься Его форма лица и продолжение как бы борода Если мы это все оформим Мы берем ненужный объем Дадим правильные линии Какую-то внятность, выразительность Но при этом сохраним вот этот вот элемент Его как бы стилить удлиненные волосы Да, я хотел бы сделать так Чтобы мы Сергею показали то Как он может выглядеть презентабельно Но при этом, чтобы потом Сергей мог продолжить Носить свою любимую одежду И ботинки грубые носить Эти брюки, эти футболки И при этом тоже выглядеть органично Давай баланс найдем, хорошо, Сереж? Да, я полноса вас Ребят, тогда работайте Преображение будет быстро Я пока лук подберу Хорошо, Сережа, не волнуйся Все будет супер Все, окей Работа в нашей школе стиля Рогов Плюс В самом разгаре Игорь Кимишов приступает К коррекции запущенной бороды И к стрижке волос Сергея А Елена Немцева уже завершает Окрашивание волос нашей Татьяны Любительницы Африки Которая буквально несколько часов назад Обратилась к нам за помощью Я хочу быть красивой Стильной, модной Чтобы был мой характер виден в одежде И при этом выглядеть на свой возраст А Екатерина Волкова Вдохновившись нашей героиней Пробралась в гардеробную И устроила там модное дефиле А-ля Африкана Мяу Шик И шуба, и штаны, и блузка, и кардиган, и сумка Наконец-то я стала разбираться в трендах Рогов оценит Так, что это оценить должен? Когда я посмотрю Саш, учусь у лучших Ну, посмотри, шикарно Ляперт Даже туфли И сумочка Я молодец? Кать, ты знаешь Я не ожидал, что я когда-нибудь произнесу эту фразу Это прикольно Правда? Рогов сказал прикольно Кать, это реально прикольно Это выглядит как образ из стрит-стайл хроник Это многослойно Ты очень интересно подобрала узоры Потому что все пересекается по цвету И, конечно же, каждый день так ходить не надо Но если бы ты шла на какое-то особенное мероприятие На мероприятие с дресс-кодом Может быть, в африканской тематике А может быть, где было бы прям прописано Ждем всех гостей в Леопарде Это то, что нужно Волкова Я тебе ставлю пятерку Я в шоке Но есть но, я чувствую Есть но Потому что, конечно же, это может понравиться стилисту И может не понравиться нашим зрителям И я должен объяснить, что вот это обилие Леопарда Это, конечно, для продвинутой аудитории Если бы мы говорили о жизни То все эти вещи функциональны, но по отдельности Например, этот кардиган можно было бы надеть с джинсами Эту блузу тоже с джинсами Или с какой-то более спокойной юбкой Эту шубу замиксовать с каким-то более спокойным низом И, например, трикотажем То есть все это носить можно, но по отдельности Давай какой-то лук придумаем Чтобы наши зрители поняли, о чем я говорю Давай Шуба шик Шуба супер Давай Поняла? Да А сумочка? Так, давай анализировать Сюда нужно что-то не леопардовое Можно под подклад, например, по цвету подобрать Что-то попроще Смотри А давай вот эту Давай Вот Вот Полный лук Все Шик Полный лук Мне очень нравится Итак, девочки, правило от Екатерины Волковой. Леопардовый узор мы разбавляем базовыми вещами. Ну, допустим, обычными такими голубыми джинсами. О, что творится! Катя Волкова все поняла. Достучался, наконец. Кать, супер, пятерку тебе сегодня ставлю. Спасибо, я сегодня отличница. Да, давай, переодевайся обратно в свою униформу сегодняшнюю, а я дальше работать. Спасибо, недолго для его счастья. Пошла работать. Рогов Плюс с Екатериной Волковой. Я уже, на самом деле, для Сергея подготовил целую капсулу, несмотря на то, что Катя Волкова меня постоянно отвлекает. Да, Кать, ты меня постоянно отвлекаешь и готов поделиться с вами моими соображениями. Итак, чего хочет Сергей? Он хочет выглядеть более уверенно, более серьезно, более статусно. И мне это нравится. И я хотел бы ориентироваться в случае с Сергеем на стиль знаменитостей. Ну, давайте с вами придумаем на стиль кого. Это, конечно же, Брэд Питт. Это, конечно же, Дэвид Бэкхэм. Почему они классно выглядят? Они всегда выглядят так, будто бы они не старались. При этом носят они классическую одежду. Что я предложил бы Сергею? Это, может быть, вот такой пиджак. Пиджак вроде бы классический, но на самом деле расслабленный. Смотрите, у пиджака даже нет подклада. Сергей же у нас в офисе не работает. Ему классический офисный костюм не нужен. Вот такой пиджак в стиле casual. То, что надо. Пиджак можно сочетать с чем угодно. Это могут быть и джинсы серого, например, цвета. Это могут быть джинсы синие. Смотрите, уже другое дело будет. Но я Сергею предложил бы брюки. Ну, в джинсах он и так ходит. Давайте сделаем лук с брюками. Обратите внимание на то, что брюки по цвету подходят к узору на пиджаке. Это фишечки маленькие, которым я вас учу. Внутри может быть простая белая футболка. Внутри может быть толстовка. Внутри может быть трикотаж. Из обуви я Сергею предложил бы либо кроссовки. Смотрите, как классно будет. Либо... Ну, Сергей же у нас любит обувь на массивной подошве. Смотрите, какие классные я нашел ботинки. Нравится? Тоже по цвету подходит к узору на пиджаке. То есть цветовая гамма у всех вещей идентичная. Ну и, конечно же, очки. Показать вам? Вот. Идеальные очки для Сергея. Такие очки никогда не выйдут из моды. И такие очки являются стилеобразующими. Парни, которые носят очки, которые носят оптику, поймите, что очки – это не просто прибор, который помогает вам лучше видеть. Это стилеобразующий аксессуар. Образ для Сергея готов. Мне просто не терпится увидеть его преображение. Надо будет его переодеть и к зеркалу. Супер. Саш, преображение завершено. Можешь принимать работу. Довольный стоит. Та-дам! Игорь, теперь я могу официально сказать, что в нашем шоу теперь еще и барбершоп есть. О, боже мой. Теперь мои бороды стрижем. Стрижки мужские офигенные делаем. Просто другой человек. Сереж, классная борода. Носи борда, она тебе очень идет, но, пожалуйста, не запускай. Договорились? Договорились. Еще я кое-что подобрал. Давай очки новые примерим. Снимай свои. Вау, Сушки. Боже мой. Вот. Вот так. Видишь нас? Да, прекрасно. Осталось переодеться. Сереж, ты совсем скоро увидишь себя в нашем зеркале. Я надеюсь, что оценишь наше старание. Жду не дождись. Да. Как настроение? Боевое. Боевое? Чуть-чуть страшно наверняка. Есть. Есть немножко. Молодец, что это не скрываешь. Итак, встречаемся у зеркала. Будет классно. Игорь, молодец. Супер. Итак, с минуты на минуту вы увидите преображенного Сергея. В конце программы вас ждет модная трансформация Татьяны, а также тройной фэшн-эксперимент с нашей гостьей из Санкт-Петербурга. Наливайте утренний кофе сейчас. Потом будет поздно. Не успеете. Сейчас пришло время показать всей стране образ Сергея. Сергей, мне кажется, себя просто не узнает. Увидит он себя на глазах у всей нашей съемочной группы, у всей команды. Здесь и Катя Волкова, и Игорь, и Аня. Ребят, вам тоже можно отвлечься от работы. Там Артемий Исмяков с Еленой Немцевой трудятся как пчелки. И я хочу, чтобы Сергей прямо сейчас сюда вошел. Сергей, заходи. Рогов Плюс с Екатериной Волковой. Сергей, заходи. Считаю, что я выгляжу недостаточно презентабельным, что мешает, по моему мнению, продвижению в работе. И хотелось бы поменять свой стиль на более презентабельный для достижения своих целей. Шикарно. Слушай, мне кажется, что это не зеркало, а какой-то постер. Портал в твою новую жизнь. Возможно. На ваших глазах за несколько часов из лохматого айтишника с запущенной бородой Сергей превратился в влащенного джентльмена с большим будущим. При этом вау-эффект мне обеспечили простые и понятные вещи. Добротный пиджак, классические брюки, ботинки на тракторной подошве и очки в роговой оправе. Ну а что творит с мужчиной ухоженная борода, вы и сами видите. Комментарии тут излишни. И, кстати, в подарок от нашего шоу Сергей получит настоящий мини-гардероб. Из всех вещей он сможет собирать совершенно разные образы. Например, коричневые брюки и светлые ботинки Сергей сможет носить с объемной толстовкой с капюшоном. А пиджак в стиле casual будет выглядеть более расслабленно с классическими прямыми джинсами и кроссовками с контрастными вставками. Главное засучить рукава. Сразу видно, что этот парень достаточно серьезен. И я думаю, что у него есть все шансы на дальнейшие повышения и продвижение в работе. Да. Сереж, про это твое преображение. Про то, что одежда – это не просто какие-то там шмоточки. Одежда – это очень важно. Это то, благодаря чему можно по социальной лестнице двигаться вперед. Это социальный лифт. И если ты будешь уделять внимание тому, как ты выглядишь, ты всегда будешь добиваться успехов. Дело не в том, что твой стиль был плохим. Я вообще фанат твоего стиля, твоих грубых ботинок на платформе и всех этих брюк с накладными карманами. Но так ты тоже должен иногда выглядеть. Это представительно, это элегантно, это красиво, и это вещи вне моды. Спасибо вам огромное. Дай пять. Молодец. Там Катя Волкова просто засмотрелась уже. Катя, бей к нам. Сергею нужен женский взгляд. Мне же интересно, я же не вижу. Ого, какой стильный бородач. Так вот кто мне звонил сегодня. Отлично сказала. Стильный бородач у нас получился. Сереж, спасибо тебе большое от души еще раз, что ты пришел. Катя, провожай Сергея, а я дальше. Давай. Пойду выполнить свою работу. Чао, пока. Пока. Пойдем? Так, Сергея преобразили. Елена Немцева уже делает укладку Татьяне. Артемий Исмяков раскладывает косметику для макияжа нашей Тане. Вам же интересно, что будет дальше? Рогов плюс с Екатериной Волковой. Саш, к нам героиня с модным вопросом. Супер, пусть заходит. Привет. Привет. Кто такая? Меня зовут Лера, мне 20 лет. Я приехала к тебе из Питера. Вау, я обожаю Санкт-Петербург. Так, а почему не видно, что ты из Питера? В Питере все любят черное, готическое. Да, именно с этим я к тебе и пришла. Я очень хочу быть модной. Я хочу выделяться из Питера, хочу, чтобы все видели, что так, ты девочка из Москвы приехала. А, то есть ты из Москвы, но ты в Петербурге сейчас. А как так получилось? Я там учусь. Я выбрала вуз, и так получилось, что там форма. В смысле, в вузе есть форма? Да, это китель, черные штаны классические, может быть, юбочка какая-то до колен обязательная, белая рубашка, обязательно белая, никаких других цветов, с воротничком. Такие вот мы модные, строгие ходим в вуз. А на кого ты учишься? Я учусь на инженера, электроэнергетика. Я так понимаю, что модничать хочется, но в институте модничать ты не можешь, потому что ты ходишь в форме, а потом это джинсы и топик. Да, все верно, мне очень лень, я уже устала, мне не хочется идти выбирать такие модные вещи. Но с другой стороны, я очень часто листаю ленты, смотрю модные сериалы и очень восхищаюсь девушками, которые такие женственные, думаю, ну все при мне, но почему ты так не можешь? Ой, Лер, я все понял, реально все при тебе. Ты складненькая, стройненькая, молодая, ты реально можешь сейчас экспериментировать. Мне, конечно, обидно слышать, что тебе лень. Я хочу быть сегодня фэшн-пинком, давай устроим экспресс-преображение, давай я тебе покажу несколько супер-топовых, супер-модных образов этого сезона, и мне действительно хочется, чтобы ты вдохновилась. Да, супер, поехали. Ты очень смела, молодец. Над преображением с пышкой Леры будут трудиться уже освободившийся парикмахер Игорь Кимишов и притомившаяся в ожидании работы визажист Анна Хоменко. Вот и взбодрится девочка. У тебя очень красивые шеи, очень классные волосы, я считаю, что нужно шею немножко приоткрыть, длину убрать, сделать такую ровную классную линию, будет выглядеть супер. Ну, а макияж сегодня будет легким, невесомым и универсальным, подойдет ко всем образом, который вы будете примерять. Также мы можем добавить какой-нибудь акцент, если он понадобится в каком-то луке. Супер круто. Ну что, тогда погнали, вперед, начинаем. Крошки мои, я снова в деле. Моя рубрика бьюти лайфхаков из интернета, который я пробую только на себе. Итак, сегодня я буду делать макияж в стиле 60-х. Что нам понадобится? Тени, как обычно, кисточка. И как вы думаете, что самое главное? Раз, два, три! Обычная столовая ложка, такая есть у всех. Мы прикладываем ее к нашему глазику, вот так вот, прям под косточку. Берем тени, я возьму такие, знаете, кирпичненько-оранжевые, к зеленому будет очень хорошо. Особо не зажимайте, а то можно выдавить глаз. И вот так вот, очень аккуратненько, мы рисуем. Оп! О-о-о, трафаретик неплохой. Я сразу на втором глазе сделаю то же самое. Так, сейчас главное не выдавить его. Упс. Упс. Есть. Мне кажется, на этом даже лучше получилось, потоньше. И доводим до конца. Прикладываем ручку ложки. Вот так вот. Хопочки. Надо как-то вот, наверное, так. Ну, когда руки у тебя не... как у меня. Мне кажется, может получиться хорошо. Вот этот глаз мне нравится больше. Я сейчас возьму еще такого вот красивого кирпичненького добавлю. С блесточками. И можно, кстати, совершенно спокойно идти на мероприятие. Итак, экспресс-преображение нашей Леры завершено. И прямо сейчас она себя увидит в первом образе. Лера, выходи. Рогов Плюс с Екатериной Волковой. Лера, выходи. Прикол. Да, я себя немножко не узнаю. Ты сейчас, знаешь, немножко как будто бы из 20-х, 30-х. Да. Очень классная каре тебе сделал Игорь. Легкий такой нежный макияж. Анна Хоменко сотворила. Лук супер. Вообще максимально отличается от того, в чем ты к нам пришла. Мне не привычно, но мне очень нравится. Так хочется сразу мне такой воздушный. Выглядит, конечно, вообще бомбезно. Классная такая девчонка. Да. И скажешь, что электрик, да? Да. Лер, ты пришла за экспериментами. Конечно же, образы я тебе предлагаю экспериментальные. Здесь ты видишь несколько трендов одновременно. Вот сейчас запоминай, и потом не бойся миксовать вещи так, как я это сделал. Белая футболка под платье на тонких бретелях. Это суперактуально сейчас. На тебе платье с кристаллами и перьями. Это еще один тренд. В руках металлизированная сумочка. Это еще один тренд. Ну и, конечно же, босоножки с носками. Это просто супертоп для самых смелых. Я хочу, чтобы ты стала смелой девчонкой, которая все-таки в те свободные дни от университета экспериментирует. Лера, пожалуйста, обрати внимание на то, что в удачном образе важна каждая деталь. Например, носки от бренда Minimi могут стать значимым акцентом. Да к тому же это еще и тренд сезона. И, кстати, смотри. В коллекциях бренда представлены как классические, так и фантазийные носки из хлопка, синтетики и бамбука. А еще стильное нижнее белье и колготки для любого случая. И этот роскошный подарок от Minimi для тебя. Держи. Спасибо. Пожалуйста, перейдем в следующий наряд. Игоря, мы можем укладку поменять чуть-чуть? Это, вот знаешь, я очень всегда хотела попробовать у тебя оверсайдс. Супер. И как? Я так боялась, что мне не пойдет, но выглядит там бездно. А чего ты боялась? Не знаю, я боялась показаться маленькой, большой. Маленький рост и большой в шире. Ну вот сейчас, как ты себя находишь? Мне очень нравится. Я чувствую себя статно, можно сказать, да. Мне кажется, уверена, чуть-чуть дерзко, потому что, несмотря на то, что это вроде бы, казалось бы, классический костюм, я его постарался модно обыграть. На тебе ботильоны-носки. Вот если ты брючину поднимешь, увидишь. Это такие эластичные ботильоны, очень классные на высоком каблуке. В руках у тебя модная мягкая сумка, графичной формы с цепочкой. Она лук делает острее. И под жакетом ты видишь майку в рубчик. Это один из трендов сезона тоже. И вместе, Лера, это супер. Очень подходит твоей острой внешности. И заметь, как мы поменяли укладку, потому что костюм уже строгий, и хотелось такой строгой каре сделать чуть мягче. Очень красиво. Да, здорово. Моя мама сейчас бы очень обрадовалась. Мама обрадовалась бы оверсайзу? Поясни. Конечно. Моя мама очень давно просила меня о том, чтобы я экспериментировала. Им доели мои джинсы, толстовки. Она хотела... Ой, я уже фанат. Твоя мама, как ее зовут? Ирина. Ирина, я на вашей стороне. Я надеюсь, что у меня получится вашу дочь растормошить. И Лера действительно начнет экспериментировать. Лера, это прикольная игра. Да, это крутая игра. Я еще один лук-припас. Переодевайся в него, и себя увидишь. Давай, класс, молодец. Супер. Не бойтесь оверсайза. Не бойтесь. Лера переодевается в третий образ. А тем временем Артемий Исмяков уже приступил к макияжу Татьяны. Дрессировщицы, путешественницы и блогера. Напоминаю, Артемий пообещал сделать макияж с акцентом на все лицо. Что бы это ни значило. Что я увижу, не представляю. Но рассчитываю на освежающий лифтинг-эффект. А вот и Лера в третьем блуке. Ой, какая-то принцесса Диана тут стоит. Лера, я тебя просто обожаю. Видно, какая ты насмотренная, прокаченная. Вообще все понимаешь. Про оверсайз все знаешь. Принцессу Диану здесь разгадала, потому что стиль принцессы Дианы сейчас действительно один из самых цитируемых. Это университетская толстовка, теннисная юбка, носочки, кеды, какая-то удобная сумка. Кепки, кстати, еще не хватает. У меня здесь есть. Можно? Давай фикепку наденем. О, принцесса Диана. Нет, а принцесса Валерия у нас здесь. Лер, это удобно, это комфортно. Я сейчас хотел продемонстрировать, что модные тренды могут быть удобными. Это образ для твоей реальной жизни. И я вполне себе могу тебя представить такой на улицах Петербурга. Как тебе? Да, это прям отлично. Это мне очень близкий образ. Я бы с удовольствием так пошла в библиотеку, почитать книжечки. Также на прогулку с друзьями. Не знаю, мне кажется, будет очень удобно, где бы я ни была. Это прям очень круто, здорово и удобно. Спасибо большое, что открыли для меня некоторые новые, так сказать, вещи. Ну, я попробовала то, что бы, наверное, никогда бы сама не попробовала. Ну, правда. Но ты можешь себе позволить все, что угодно. Ну, послушай ты свою маму, послушай сейчас меня, пообещай мне, что ты будешь, ну, хотя бы иногда экспериментировать и не будешь ничего бояться. Договорились? Договорились. Лер, я очень щедро и хочу тебе предложить выбрать один из трех нарядов в подарок. Первый, второй или третий, какой ты хочешь? Ой, наверное, наверное, третий. Третий. Я запал в душу. О, что, кота, бери костюм объемный. Ну, ладно. Давай костюм. Ну, потому что ты это сможешь себе купить сама. Ну, да. Я просто тебе показал комплектацию. Бери костюм и в институт на какое-то важное мероприятие сходишь, когда уже можно не соответствовать дресс-коду. Это как минимум то, что ты никогда не пробовала. Давай. Да, давай. Уговорил? Уговорил. Ну, все, дай пять. Лер, спасибо, что пришла. Спасибо, что помоги. Было очень весело, было очень интересно. И ты очень классная девчонка. Прям вообще гордость моя. Спасибо. Ну, и мамина, я уверен. Целуй в щеночку. Саш, мы закончили. Боже мой, это кто? Ты просто такая сейчас свежая, помолодевшая, ухоженная. Прическа супер. Вот просто супер. Макияж невероятный. Тут нет никакой маски тигренка, маски слоненка. Я наконец-то теперь вижу, что такое макияж с акцентом на все лицо. Ребят, это великолепнейшая работа. Танечка. Держись. Давай уже переодеваться. Давай. Встретимся у нашего зеркала. Давай. И начнется новая глава твоей яркой жизни. Хорошо? Надеюсь. Всем браво, молодцы. Очень круто. Все, все, все. Вы сейчас тоже все увидите. Рогов плюс с Екатериной Волковой. Саш, мне так интересно, что вы сделали с и без того очень нашей яркой героиней. Кать, ну интересно. Значит, сейчас все увидишь своими глазами. Ну вы уже. Итак, момент, которого ждет вся страна. Прямо сейчас наша Таня увидит себя в новом образе. Ну и наша Катя увидит нашу Таню. Таня, ты как? Я готова. Давай выходи. Рогов плюс с Екатериной Волковой. Таня, ты как? Я готова. Давай выходи. Меня зовут Татьяна, мне 16. Я не считаю себя красивой. Я хочу, чтобы на меня смотрели, как на стильную, красивую женщину. И чтобы было понятно, сразу было понятно, что я очень люблю жизнь. Таня. Ну ничего себе! Это просто две разные Таня. Вообще, если узнать не могу. Ой, обалдеть можно. Ну что ж, на ваших глазах из нелепой чудачки, влюбленной в Африку, Таня превратилась в экстравагантную леди. Как любит говорить в нашей программе Катя Волкова, ого, ничего себе! И лучше и не скажешь. Передо мной, как стилистом, стояла задача осовременить образ Тани. В этом мне помогли хлопковая гавайка с авторским тропическим узором, голубые джинсы, белые туфли с высоким декольте, яркие аксессуары в цветах принта, сумочка и ремень, а также забавные асимметричные пластиковые серьги. И если в этом образе Таня будет отлично смотреться в городских джунглях, то, заменив джинсы на легкую юбку, а туфли на кеды, у нее получится лук, ну, например, для тематической вечеринки где-нибудь в Африке. А можно к зеркалу подойти побольше? Да, Таня, знакомься с собой новой. С новой Таней. Вообще, мне так нравится образ мой. Стилист и визажист, и просто поцеловать хочется. Ну, еще поцелуешь. Какие... Ты сережки заметила? Обалдеть можно. Очень круто. Таня, мне так нравится, что ты видишь детали. Мне так нравится, что ты все сразу поняла, что это Африка, этника, но в новом прочтении. Это не просто юбка, которую ты привезла из Африки, это современная классная блуза. И мне кажется, вот в этой гавайке все про тебя, но при этом это не так очевидно, понимаешь? Это чуть более тонко. Я не представляла себя в таком образе. Все что угодно, только не так. Таня, ты реальный пример для многих зрителей, зрительниц нашего шоу. Может быть, ты можешь обратиться на свою камеру и сказать что-то жизнеутверждающее? Ну, я хочу сказать, что жизнь одна, и нужно как можно больше успеть в этой жизни. Не нужно сидеть дома, не нужно кого-то ругать, если что-то не получается. Нужно меняться самой, менять жизнь вокруг себя и менять окружение вокруг себя. Браво. Браво. Тань, спасибо тебе большое. Обнимашка. Обнимашка еще раз. О, это было великолепно, Таня. Спасибо. Я тобой горжусь. Спасибо. Тань, здесь твои близкие. Я знаю, тут целая группа поддержки. Я хочу их сюда позвать. Пусть они тебя такой увидят и тоже тобой вдохновятся. Гости, заходите. Кать, ну пусть обнимаются. На сегодня все. Я поехал. Давай тогда шторы снимай, сделай инвентаризацию обуви и зеркала протри. Что сделать? Зеркала протри. Ну.